И вновь рёв моторов, взбогораженные фанаты и летящие ворота, огромный мяч. На стадионе проходит пятая игра чемпионата России по мотоболу. На поле встретились Комета из Краснодарского края и Витновский Металлург. Металлург сразу же вырвался вперёд. На третьей минуте игры табло показало первой забитой командой гол. За время встречи видновчане ещё не раз атакуют ворота соперника. Второй период хозяева поля завершили со счётом 6-0. Большую поддержку спортсменам оказывали зрители, родственники, друзья и фанаты мотобольного клуба. Управлять мотоциклом и думать. То есть это не просто спорт, нога нажимать, а надо думать, отдавать пас и так далее. Поэтому у меня переполняют эмоции. Это на самом деле правда интересно. Первая игра, по-моему, закончилась 17-0. А сейчас, я думаю, что десятку хотелось бы разменять. Мне очень нравится эта игра и сам мотобол в жизни. А как думаешь, с каким счётом закончится? 12-0. Но спортсмены «Кометы» до последнего не сдавались. Хотя подготовка команды значительно уступала Металлургу, мотоболисты из Краснодарского края не дали сопернику одержать победу в сухую. В третьем периоде первый и единственный гол забил капитан команды Максим Довня. Первое, второе мы есть, там и «Колос», и «Видное», соответственно, там играют сборные России. Первый, второй состав как бы. Нам, конечно, тяжело, но за третье место, в принципе, можно бороться. Из первых четырёх игр чемпионата России «Металлург» вышел победителем, но встречи с главными соперниками ещё впереди. По результатам начавшегося чемпионата России, «Колос» и «Патова» и «Агрокомплекс» и «Кирпинская» традиционно в последние 5-6 лет вот эти две команды претендуют за тройку чемпионата. Подготовка идёт серьёзная, я думаю, что будем стараться. Пятая игра чемпионата России закончилась со счётом 10-1 в пользу хозяев поля. Следующая встреча состоится 3 июля. За победу «Металлург» поборется с командой «Агрокомплекс» Краснодарского края.